Физкульт привет, друзья и ученики! Общеизвестно, что мудрец учится на чужих ошибках, а дурак даже на своих не учится. Поэтому, когда вы видите в сети, вам говорят, что разминка не нужна, разминка не так важна, что не нужна общая разминка, что достаточно иногда специальной разминки, а часто можно не делать вообще разминку. Лично для меня, как здравомыслящего человека, такие люди вызывают жалость. Я бы закрывал каналы, которые советуют не обращать особое внимание на то, как качественно вы разминаетесь. Даже если разминка займет у вас, отнимет у вас какую-то часть силы, это не так страшно, как если вы получите травму. А травму вы получите со временем с гарантией. Сегодня мой друг Валентин, выступающий спортсмен, кстати, очень серьезный человек, который служит в Дагестане, он военный, занимается спортом уже не один год, стаж Владивилдика у него только, по-моему, 11 лет, тоже получил травму. Человек, который занимается единоборствами, у которого очень много различных нормативов. Кстати, на нормативах он и получил травму, о которой вы сегодня узнаете. Но я вам не раз уже тоже говорил и рассказывал, но напомню, что у меня была подобная травма. Получил я ее точно так же, как и он, по своей глупости, потому что знаю об этом все. Пусть это было и очень давно. Я также пренебрег разминкой. И где вы думаете, я получил эту травму? Не на тренировке, друзья. Да, мы сдавали нормативы на 100 метров. Бег скоростной на 100 метров в институте. Вышли летом на стадион, на дорожку, как положено. И, естественно, нам дали время на разминку. Но что мы делали? Студенты побежали между собой общаться, смеяться, разговаривать. Никто не стал разминаться. Я тоже был уверен, что мне не нужна разминочка для того, чтобы пробежать эти 100 метров. И что произошло? Моя мышечная масса, когда я занял стартовую позицию и совершил рывок, ускорение, взрывное выбегание, практически на четвертом или на пятом шаге я почувствовал, как лопнуло, практически разорвалась у меня левый бицепс бедра. Следующим шагом, следующим отталкиваем. То же самое случилось и с правым бицепсом бедра. Я не знаю, что у меня было. Я не делал снимков, ничего не делал. У меня это прошло через две недели, слава Богу, без последствий. Но боли были страшные, были даже кровоподтеки. У Валентина, к сожалению, получилось гораздо хуже. Он надорвал, у него больше 50%, он вам расскажет сам, разорвалось мышцы. Представляете, насколько это выбило его из тренировочного, графика тренировочного режима. Тем более, что он готовился к соревнованиям. Вам это нужно. Не совершайте таких глупых ошибок, которые совершили мы с Валентином. Всегда разминаетесь, всегда. Особенно, если вы делаете выбегание. Разминка очень важна. Но давайте послушаем, что расскажет нам Валентин. Здорово, Егор. Все-таки нашел время записать тебе видео о своей травме. Сразу скажу, что окончательный диагноз, который мне поставили только с третьего раза, звучит так. Длинная головка, двуглавая мышца у меня повреждена на 55% диаметра мышцы. То бишь на 55% она у меня разорвалась. Мышцы под фасцией визуализируются, жидкостное образование. Ну, то бишь где-то с кулак у меня там гематома. Ну, а также еще мышечная часть полусохожильной мышцы тоже порвалась на 10%. Ну, это как бы, как сказали мне, в принципе, 10% это фигня, все быстро заживет. А 55% этой мышцы, как бы, то, что вот оторвалось, и это как бы довольно серьезно. И это все произошло по банальной глупости. Я, не знаю, занимаюсь уже как-то 13-й год спортом, а так вообще в спорте с пеленом. Ну и какие ошибки? Организм устал. При подготовке к соревнованиям организм, наверное, уже просто не выдержал. Готовился на Россию на 23 апреля. В весовой категории должен был улезть. Если в 85, ну, хотя мало было, вероятно, уже 92, был достаточно сухой. Вот. Наверное, сыграло то, что в понедельник хорошо потренял ноги, что ночью не спал, а зачет у нас были в четверг. Ну, полностью еще, наверное, не восстановились, плюс у меня другие тренировки каждый день, плюс подкожного жира было мало, то есть эластичность мышц как бы желает оставлять лучшего. Плюс, когда грамма произошла на 100 метровки, я 100 метров уже года полтора не бегал, то есть не тренировал, нужные волокна, скажем так, мышцы. Плюс, самый большой фактор, я так считаю, это я не разогрелся. Было достаточно прохладно, мышцы были остывшие, пол дня на улице провели. Ну, рвано, побежал, и на 30 метрах у меня начали бицепсы, скажем так, бедра, если это правильно выражение, рваться сначала с одной стороны, потом с другой, и опять с одной дало очень вот, дало тот результат, который имеется. Вот. Как-то так. Что необходимо делать, если у вас что-то произошло, или даже разрывы, надрывы, лучше сходите к хорошему зисту и проверьте не там, где у вас болит, а всю мышцу, от и до. У меня ситуация здесь, вот как бы у нас здесь врачи неграмотные, что наши, тут с моей структурой, что вообще живущие в этом городе. С моделью у меня бицепс бедра разорвался под седальщим нервом, а мне диагноз сначала поставили надрыв на следующий день, то есть ничего страшного, он заживет, назначили просто гепарину МАКС, имъекции лидазы, ну, холод прикладывать и так далее. Ну и обезболивающе. Через две недели оказалось у меня разрыв головки бицепса бедра под коленом и хотели делать операцию у нас здесь, это через две недели только. И никто ничего не сказал, что надо бинтовать ногу, не бинтовать, лежать, вообще. Ну боль была дикая, конечно, даже. Вставать тяжело было с дивана и вообще белел, ну, как мне говорят. Ну, от операции я здесь отказался, поехал в Тольятти. Поехали к грамотным врачам, к хирургу, вот, и он направил к своему УЗИ-сту, поставил, тот посмотрел диагноз, который ему сказал, ну, который принес УЗИ, сделал свое УЗИ и вообще разрыв был в совсем другом месте. То есть всегда смотрите, говорите этому врачу, если он не грамотный, полностью, это или хороший УЗИ, но это должен быть отличный специалист, или лучше идти на МРТ, это стопроцентный вариант, там, тысячный процент и так далее. Ну, так вот, но это мне узнали только спустя, там, 20 дней больше, как я это мучился. Ну, я прежде чем узнал, что у меня разрыв головки бицца бедра, я все равно готовился к соревнованиям, все равно думал, выступну, но боль не давала и распрямлять ногу, и ходил хромал, да, пытался еще приседать на 15 сантиметров. Сразу скажу, лучше отдыхайте, лучше дайте полностью восстановиться организму, ноги не теребите, спокойно лежите. Просто, ну, это мой случай, и я, как бы, считаю, что я, ну, фанатик очень сильно к этому, и не даю себе отдыха вообще. Как лечить на самом деле? Вот есть гепариновая мазь, есть леотон, берите лучше леотон, она дороже, но она эффективнее. Другие мази какие-то там ваши не нужны, но в первый же день надо прикладывать именно холод. Пару дней, там, ну, по определенной схеме, кто 5 минут держит, 5 отдыхает, кто полчаса там отдыхает, то есть прикладывать холод. Но после этого, когда вот этот отек начнется, это больный, то есть сеня, уже надо прогревать, то есть, ну, чтобы это все рассосалось, чтобы гематомы не было. Вот я спустя уже, сколько, второй месяц идет, у меня до сих пор там гематома, инкапсуляции не произошло, то есть операцию не стали делать, то есть она в жидком виде, вот, стараясь так же мажу мазью, до этого я еще делал лазерную терапию, там, с магнитами, потом нанофорез, то есть это ультразвук. Только с определенной мазью, поэтому называется нанофорез. Старайтесь задействовать, наверное, все, чтобы это быстрее зажило. У кого будет обычный надрыв, я думаю, это не так страшно, это быстро заживет, но когда у вас произойдет разрыв мышцы и еще чего-то, старайтесь, не жалейте денег, старайтесь искать нужных врачей, специалистов, лучше, конечно, по знакомству, если у вас есть такие, как бы не подведут. Но процедуру лучше ходить обязательно, потому что они быстрее восстановят ваши ногу. У меня первоначально, когда я был надрыв, у меня опухло под, ну, с рукой скажем, под попой. Ну, это никто не обратил внимания, все как-то увидели, что она спустилась к гематому. И у меня, ну, нога была, в принципе, задняя вся синяя, потом голень полностью синяя опухшая, и наставку, только пальцы не опухли на ноге, если уж так взять. Ногу я начал распрямлять полностью в течение 20-30 дней, то есть чисто ровно месяц. В день соревнований, когда я должен был выступить, я начал распрямлять ногу. И, как бы уже врач, еще один там травматолог, ну, уже сказал, может тренировать, в принципе, ноги, как бы там, даже бицепс бедра, ну, там процентов 10 от твоих весов и так далее. Ну, с этим я, конечно, с бицепсом бедра подожду, но приседать я уже начал. Хотя бы 40 килограмм, сейчас пойду, еще там посмотрим, как пойдут ноги, в общем. Потому что от обездвижения ноги, у меня одна нога похудела очень хорошо. И старайтесь всегда держать ногу прямой, распрямлять ее, чтобы она вот, чтобы у вас при ходьбе нагрузка ровно распределялась. А то у вас начнется болеть какая-нибудь подсухожилие, потому что он не в том положении, воспаление пойдет, ну, какими-то еще дополнительными, какими-то болезнями, какими-то проблемами, за которые тоже потом, ну, надо лечить и будет боль. А так, ну, в заключении, если уж сказать, то ищите, или если у вас есть хорошего специалиста, смотреть сразу полностью всю мышцу УЗИ или МРТ полностью, не надо только в определенной точке. Сразу, первые дни холод, следующие, какие-нибудь прогревающие компрессоры, включать уже потом, как лазерную терапию, там, или магниты, как они называются, там, ультразвук или нанофорез, это в зависимости от мази, что он назначен, какой-нибудь врач. Бинтуйте ногу, дайте отдыхать, чтобы она была выше вашего тела, как бы сердца, скажем, да, чтобы кровь не поступала в этот план. Вот, давайте отдыхать. Но если уже необходима операция, то нужна операция. У меня было слишком поздно, и мне сказали операцию делать не нужно. Да, кстати, некачественная, неадекватная медицина может привести к серьезным проблемам. Если вы разорвали бицепс, к примеру, он отрывался у вас от кости, то у вас есть всего две недели на то, чтобы пришить его обратно. По истечению этого срока данная операция, данная процедура будет невозможна. И все, вы останетесь навсегда с таким оторванным бицепсом. У меня есть лично два знакомых, кто поступили подобным образом. Просто протупили, не послушали советов, само зарастет, само вылечится. Никогда не совершайте подобные ошибки. Главное, восстанавливайтесь. Особенно кто без астероидов, без всяких допингов. Давайте организму полностью восстановиться. Да даже на астероидах, на химии, на фарме, как оно называется, не важно. Всегда нужно восстанавливаться. Я занимаюсь спортом всю жизнь, а вот такая глупость вышла у меня, что соревнования пропустил, столько сил вложено. Короче, пришел никуда. Да, то есть набрался опыта, терпения сейчас. Как бы расстроился поначалу, что не выступлю, но дальше будет, скажем, лучше. На данный момент гематома у меня имеется еще до сих пор внутри, которую надо убрать, чтобы операцию не делать в дальнейшем все равно. Бицепс залитый еще пока, бицепс бедра. Если на правой ноге можно увидеть четкое разделение, там, для голов, посередине, да, вы, то на этом он пока только круглый, как бы, но уже, как бы, не болит, можно приседать и делать определенное, там, упражнение, растяжку, что после того, как у вас травма, уже, как бы, зарастет, пройдет, начинай делать растяжку. Вот. То есть не пренебрегайте ни в коем случае разминкой. Разминка, пускай она будет даже тяжелой, заберет у вас часть сил определенных, но вы будете разогреты, и вы не пострадаете от каких-нибудь неглупых моментов, просто лихнуть плечо. Ну, любые могут быть, надрыв мышцы. Банальный неразогрев может повлечь очень, ну, большие, скажем так, неприятности. Вот как у меня сейчас. Что, как бы, может, я поначалу очень сильно жалел, но сейчас как-то уже смирился, и надо двигаться дальше. То есть ничего страшного, заживет, и в следующем году, по-любому, буду опять выступать. Вот так вот. Ну, все, Егор. Ну что, друзья, надеюсь, этот ролик был вам полезен. Обязательно поделитесь им с друзьями, поставьте лайк. И никогда, ни при каких условиях, как бы сильно вы не устали, не пренебрегайте разминкой. Лучше меньше потренироваться, но более качественно размяться, потому что это с гарантией убережет вас от травмы. А травмы останавливают процесс развития, отталкивают нас назад. А многие после получения травмы никогда уже не возвращаются в тренажерные залы. А мы с вами этого не хотим. Берегите себя сухой мышечной массой и роста силовых показателей вам без травм. Всем пока. Увидимся в тренажерном зале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...